Строительный шум не прекращается ни на минуту. Работы идут круглосуточно, чтобы уложиться в срок. Уже на первой неделе апреля в Звенигородском клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации будут готовы принять пациентов с подозрением на коронавирус. Кислород, кислород, ИВЛ. Ну и ИВЛ он будет переносной, да как-то, ну в принципе будет. То есть все оборудовано по полной программе. Первый этаж будет называться, 35 ИВЛ постоянно будут находиться, а здесь везде подведен кислород. Работа на объекте под личным контролем губернатора Андрея Воробьева. В первом корпусе медучреждения будут проходить лечение тяжелые пациенты. Весь первый этаж – реанимация. Здесь оборудуют 35 палат по одному, два человека в каждой. На остальных этажах – изолированные боксы. Второй корпус для тех, кто переносит заболевания легче. Сейчас главная задача своевременно поставить оборудование. Эта больница, которую мы сейчас капитально реконструируем, изначально, исторически была предусмотрена для заболевания легких. Поэтому здесь в том числе есть все необходимые врачи. Но, естественно, будем дальше набирать и готовиться к тому, что если вдруг понадобится, мы сможем здесь развернуть максимальное количество реанимационных коек. Максимальное – это примерно еще дополнительно 500. Пациентов с подозрением на COVID-19 готовится принять не только в Звенигороде, но и в других городах Подмосковья. Дополнительно закуплено более 500 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Планируется приобрести еще почти 800. В каждой клинике можно будет сделать компьютерную томографию. Именно этот аппарат может определить, есть пневмония или нет, и дальше следить уже за динамикой и оказывать помощь. Это ключевое. Поэтому все наши силы сейчас направлены на то, чтобы своевременно подготовиться в случае распространения коронавируса. Всего же в Московской области 2700 инфекционных коек. Дополнительно будут созданы еще 1200. Регион готов к возможному распространению коронавируса. Хотя если жители Подмосковья станут чаще оставаться дома, рост заболеваемости, скорее всего, удастся избежать. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.